Здоровоньки, амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Абигона, и сегодня у нас реакция на SCP-1393-RU. Тишь да гладь! Погнали посмотрим! Я-я-я в пути! Объект SCP-1393-RU. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. По периметру SCP-1393 должно быть размещено несколько служебных катеров фонда. За объектом должно вестись постоянное наблюдение. Проведение любых экспериментов должно быть сперва согласовано с доктором Картером. Дальнейшие распоряжения поступят позже. Описание. SCP-1393 является обозначением водного объекта, расположенного посреди Тихого океана. Для получения точного местоположения обратитесь к любому научному сотруднику, назначенному на SCP-1393. Границы объекта представляют собой практически ровную окружность диаметром 79 метров. Территория вокруг SCP-1393 отличается спокойным климатом. За все время наблюдения фонда не было замечено ни одного шторма, грозы, бури или подобных явлений. Помимо этого, SCP-1393 обладает двумя характерными аномальными свойствами. Физические свойства воды, находящиеся в пределах SCP-1393, подвергаются некоторым изменениям. А именно, устойчивый темный цвет, не зависящий от климата, освещения и прочих факторов. Благодаря именно этому признаку удалось установить точные границы SCP-1393. Пониженная плотность, вследствие чего любой твердый объект, погруженный в воду, не встречает ожидаемого водного давления. Скорость погружения не зависит от физических параметров предмета, таких как масса, форма и тому подобное. Антимеметические свойства, проявляемые при полном погружении любого твердого объекта в пределах SCP-1393. Вся информация об упомянутом объекте полностью стирается из памяти всех людей, ею обладавших. Этот процесс постепенный и завершается по истечении приблизительно 24 часов. Использование мнестиков позволяет предотвратить потерю памяти, но только на срок своего действия. В ходе предварительных экспериментов удалось обнаружить радиосигнал, состоящий из сильных статических помех. Последующий аудиоанализ выявил наличие частых хаотических звуков, напоминающих коду Морсена, но из-за фонового шума их расшифровка не представляется возможной. Попытки изучения SCP-1393 при помощи съемочных устройств, а также неполного погружения живых субъектов, во всех случаях демонстрируют один и тот же результат. Среда под поверхностью мутная, фауна отсутствует. Установить глубину SCP-1393 не удалось. Обнаружение SCP-1393 был обнаружен 10 марта 2008 года, вскоре после поступивших сообщений о необычных результатах аудиторской проверки крупного океанического грузоперевозчика, в ходе которой были обнаружены досье на два сухогруза и один танкер, включающие правоустанавливающую и техническую документацию на корабли, товарные накладные на груз, а также досье на 18 членов экипажа. Сверка информации о предполагаемых маршрутах неопознанных кораблей позволила фонду установить точное местоположение SCP-1393. Вслед за этим фонд начал распространять ложную теорию о крупных волнах-убийцах в зоне местоположения объекта. Документация по исчезнувшим судам была изъята. Обработка амнезиаками сотрудников судовой компании не потребовалась. Инцидент 1393-I1 12 марта 2013 года произошло нарушение условий содержания SCP-1393. Камеры видеонаблюдения, установленные на буях по периметру SCP-1393, зафиксировали вход подводной лодки океанической экспедиции на территорию объекта. Ввиду неполных знаний об аномалии, а также недостаточных ресурсов для осуществления полноценного содержания объекта, попытки предотвратить инцидент оказались неудачными. Вскоре после ожидаемой пропажи судна была проведена плановая проверка радиопередатчиков. В отличие от прошлых наблюдений, в этот раз сигнал был более чем четким и ясным. Расшифровка прошла успешно. Каждый сигнал поступал с временным промежутком в один час. Ниже приведен соответствующий протокол. Информация, имевшая отношение к местоположению SCP-1393 или серии подлодки, была удалена. Идем ко дну, Сос. 2786 метров. Идем ко дну, Сос. 4179 метров. Идем ко дну, Сос. 5572 метра. Идем ко дну. Видимость нулевая, Сос. 6 тысяч девятьсот шестьдесят пять метров идем ко дну видимость 0 сос 8 тысяч триста пятьдесят восемь метров идем ко дну падение не останавливается сос да там уже чё там уже сос там уже все пиздец если уже пошли под на дно то уже пошли на дно это же подлодка ё-моё то уже все он уже пошли так пошли уже это я из из пиратов черной лагуны уже понял десять пятьсот семьдесят один метр продолжаем падение мы пройдем мы тонем 12375 метров мы падаем и тонен сос 12500 метров что спасите По истечении 12 часов сигнал полностью слился с фоновым шумом. Повторный аудиоанализ и сравнение полученных результатов с результатами прошлых наблюдений свидетельствует о возросшем числе фоновых звуков. Инцидент 1393i2 13 марта 2018 года связь с командой содержания SCP-1393 была потеряна. Ожидается пересмотр условий содержания. То все, пиздец, потонули так потонули. И еще на этом дне будете там вот. Там вот еще живые, заканчиваются будут кислород. Ну это пиздец. Еще осознавать того, что ты все уже погибаешь. Ну это пиздец. Жесть. Жесть. Просто жесть. Подлодки без того жуткие. А делать еще SCP в этой теме, так это вообще-то нагоняет еще своей дополнительной жути, так сказать. Что ж, ребята. Что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok